В 2009 году румынский гроссмейстер Михаил Марин написал замечательную книжку «Английское начало». Книжка состоит из четырех частей. В первой части разбираются варианты, связанные с Т4Е5, во второй части – С4Е6, и в третьем томе – С4Е5. Михаил Марин обладает незурядным литературным талантом. Это, наверное, одна из самых лучших книг в шахматах, которая была написана относительно в недавнее время. Эта книжка, по моему мнению, намного более интересна, чем, например, книжка Багирова об английском начале. намного более идеологична, увлекательна, с ней очень приятно работать. В процессе разбора моих турнирных партий с моим учителем Гроссмейстером Волковым мы часто обращались к книжке «Марина». Некоторые замечания касались чисто соображений вкуса. Некоторые варианты были улучшены. В любом случае, появились на полях этой книжки многочисленные записки, о которых я сейчас хочу рассказать. Начну я все-таки с того, как Марин пришел к ходу С4. Это он описывает в своей книжке. Начинал с хода КНФ3. КНФ3 – это третий по частоте ход, встречающийся в шахматах партий после Е4 и Д4. Марину здесь мне нравится вариант, связанный со славянскими построениями за черных. Приблизительная партия. КНФ3 – Д5. Д4. КНФ6. Если мы хотим продолжать в стиле отличном от ферзьевого гамбита, мы будем сыграть Ж3. С6. Слон Ж2. Слон Ф5. Два нуля. А6, сохраняя белопольного слона. И здесь Марин говорит, что И ему удалось найти за белых ясные планы борьбы за преимущества. Это в некотором смысле понятно, потому что белые построили свои фигуры как в защите Грунфельда, где главной идеей является атака-ценка. Здесь черные не подставляются по центру, выстраиваются очень прочно, атаковать, в общем-то, нечего. Атака по белым полям просто невозможна из-за редута Б7, С6, Д5. Второй вариант связанной с ходом КНФ3 – это староиндийская атака, где белые невзирая у них отвлеченных, что выстраиваются в стиле староиндийской защиты. Проводят Е4, пытаются поставить, грубо говоря, мат белым, когда он не уходит в короткую сторону. Такой вариант, конечно, возможен, но он немножко однообразен. Если белые научатся, как играть против староиндийского начала, они смогут довольно быстро нейтрализовать активность белых. еще одна причина, по которой я лично играю С4, а не КНФ3, заключается в том, что я при переходе староиндийской защиты после С4 я играю в систему овербаха со слоном Ж5. И здесь КНФ3 может идти на Ф3, а может и не идти. Иногда на Ф3 становится пешка. Таким образом, на первом ходу КНФ3 исключает из рассмотрения системы Зэмеша системы овербаха в староиндийской защите. Если вы в староиндийской защите хотите применять эти две системы, то начинать надо или с D4 или с С4, но никак ни в КНФ3. Следующее видео будет посвящено более конкретным вариантам. Т4 Е5 СПОКОЙНАЯ МУЗЫКА СПОКОЙНАЯ МУЗЫКА